добрый вечер приветствую сегодня среда 7 июля москве 8 часов вечера и вы находитесь на втором дне интенсива тема технология vpn варгард поставьте пожалуйста в чат плюсы что видно презентацию и чат и 2 о том что меня слышно хотя в принципе одного наверное будет достаточно замечательно вижу плюс значит все отлично с вами все так же федоров денис слайд презентация пожалуйста кому интересно можете потом еще раз в первый раз пришел почитать регламент все точно такой же два дня сегодня второй день среда занятие будет также полтора-два часа вопросы задавать в чат после вебинара пришлю ссылку на опрос который нужно будет пройти ссылку пришлю в чат запись конечно же будет и будет на youtube канале отус такой вопрос в аудиторию кто уже был на предыдущем дне поставьте пожалуйста единичку кто не был на предыдущем не пришел сегодня только первый раз поставьте любую другую цифру или что-нибудь еще напишите но все так же пока жду отлично уже есть первый ответ в чате план практикума все такой же на предыдущем занятии были выполнены два пункта первый пункт разбирали в общем что такое технология vpn как она работает какие типы какие типы технологии vpn бывают и проводилось сравнение основном конечно же это были такие как опыт vpn и wireguard ну и конечно вторым пунктом обозначенным здесь в карте уже разбирали непосредственно в вайргард технологию вайргард парочку слов было о преимуществах потому что большая часть была преимуществ вайргард во время сравнения технологий конечно же установка и настройка все прошло в плане установки настройки успешно и мой телефон который можно было видеть вызвав команду вг в конце всего действия было видно что какой-то трафик с какого-то клиента с какого-то участника сети проходит через наш сервер сегодня третий шаг баш скрипты разбираем больше что это такое как их писать ну и по большей части конечно основной акцент на автоматизации всех процессов которые были на предыдущем занятии а именно на установке самой системы с нуля и на процессе добавления новых пользователей так с приветствием вступлением достаточно на сегодня уже это так уже всем все понятно переходим непосредственно к демонстрации и к работе итак перехожу под пользователя root чтобы можно было уже работать непосредственно из-под этого пользователя который будет запускать все скрипты все необходимое для запуска будет требовать прав администратора поэтому в образовательных целях чтобы каждую команду не водить из-под суда или не писать ее в суды перед каждой командой в скрипте быстрее всего в образовательных целях сделать это из-под пользователя root итак напомню что было ранее сделано после установки командная pt install wireguard wireguard tkms wireguard tools три пакета были поставлены также появилась директория этс wireguard абсолютно пустая в этой директории был создан конфигурационный файл сервера состоящий из двух секций двух разделов это интерфейс описание самого интерфейса vpn канала и пир то есть участник сети также адрес интерфейса внутри сети порт по которому будет работать сервер который будет прослушиваться и приватный ключ самого сервера в участника сети был прописан публичный ключ этого самого участника и тот ip адрес который должен быть за ним закреплен внутри vpn сети также помимо всего настроек были сделаны созданы несколько директорий директория keys ключи которые будут помещаться ключи уже имеются ключи сервера и будут помещаться ключи клиентов и также директория configs в которой помещаются конфигурационные файлы клиентов если его посмотреть этот самый конфигурационный файл он почти ничем не отличается от конфигурации сервера также приватный ключ адрес но в участнике сети помимо паблики есть некоторые изменения endpoint то есть конечная точка которой будет подключаться клиент это ip адрес сервера и порт специальный параметр persistent keep alive который каждые 25 секунд будет посылать технический пакет на то чтобы маршрутизатор продолжал поддерживать активное соединение и параметр allowed ip здесь имеет некоторое другое значение все нули а это означает что все соединения обращения к интернет вообще весь проходящий трафик при активном vpn соединении на клиенте будет проходить через этот самый vpn тоннель если обратиться к истории которая здесь у меня конечно же имеется встречалась нам такая команда vg gen key которая позволяет сгенерировать приватный ключ и вывести его на экран далее с помощью ну уже именно вот такой вот конструкции этот самый ключ помещался вывод этой команды перенаправлялся в файл с каким-то именем и расширением key и этот же самый вывод продолжаете по конвейеру перенаправлялся на еще одну команду которая высчитывала публичный ключ который уже перенаправляла файл с расширением pub можно через историю обращаться когда делаешь вручную к этой к этой самой команде и вручную менять название клиента но проще всего это было бы это дело автоматизировать и первое пожалуй с чего начну это именно создание скрипта добавления клиентов есть ли какие-нибудь вопросы из того что я озвучил ранее можете написать минус если вопросов никаких нет если вопрос есть напишите плюс и буду знать что от вас скоро поступит этот самый вопрос на который надо будет дать ответ вопросы пожалуйста задавайте не стесняйтесь все вопросы будут полезны и важны а я постараюсь на них ответить так вопрос от дмитрия пробовал сам пройти все шаги из первого интенсива поднял vpn на малинки и подключился с телефона успешно хотя дать попробовать другу но почему-то роутер не прокидывает порты на малинку хотя на телефон успешно прокид как быть в таком случае это конечно немножко другая тема работа с сетевыми устройствами но что могу посоветовать в данной ситуации когда вы на одном из устройств вашей сети настроили сервис и хотите этот сервис опубликовать в сети как было сказано в вопросе дмитрия нужно сделать проброс портов делается это следующим образом на вашем роутере вы заходите в настройку какую-нибудь порт маппинг или что-нибудь в этом роде на микротик там отличается на openvert и другая схема настройки на асосовских роутерах это третья и на каждом роутере это по-своему поэтому вам нужно для своего роутера найти как сделать проброс портов первое что нужно знать конечно же чтобы у вас во-первых был внешний белый IP адрес я не говорил статический он у вас может быть динамический то есть на определенное время провайдер выдает вам белый IP адрес но потом он может со временем поменяться и вторая ситуация которая часто также распространена это серый IP адрес и когда вы находитесь еще за над провайдером то есть у вас есть своя внутренняя сеть домашняя и еще за этой сетью ваша сеть находится еще за внутренней сетью провайдера здесь все намного сложнее никакие пробросы портов не помогут единственное что можно сделать это купить у провайдера услугу белый IP адрес только после этого можно применять пробор с портов на роутере вы указываете входящим соединением порт допустим 51820 который должен быть стандартный порт WireGuard пункт назначения куда этот порт надо пробросить IP адрес вашего устройства на котором работает сервис WireGuard и соответственно IP адрес который также работает если по сети все работает проброс портов сделан значит и внешнее тоже должно работать почему у вас в данном случае Дмитрий не заработало конечно сказать не могу потому что это надо смотреть в конфиг вашего роутера и как все это делается как вы все это делаете то есть каждый шаг отслеживать но поэтому рекомендую проверить что у нас точно белый IP адрес ваш роутер точно доступен на сети и внутренний IP адрес малинки совпадает с тем который указан в настройках проброса портов то есть надо внимательно еще раз глянуть вам свой конфиг итак настройка первое окружение для написания скриптов пожалуй да именно так создам директорию wireguard чтобы все что я буду создавать находилась в специальной директории а не в корне домашней папки пользователя root так и первый файл который я хотел бы создать это будет файл для добавления нового пользователя addclient addclient .sh добавляем одного пользователя далее для того чтобы написать скрипт нужно выполнить в принципе три вещи выбрать текстовый редактор создать файл с определенным расширением чтобы было понятно обычно это текстовый файл конечно же и сделать файл исполняемым третий шаг выполнять пока не буду сначала подготовительный этап написание самого скрипта я предпочитаю использовать vim так как этот самый текстовый редактор поддерживает подсветку синтексиса и в принципе сам по себе в целом обладает огромным количеством возможностей по сравнению с тем же самым nano например если вы будете работать из-под телефона в телефоне как обычно не бывает стрелочек на клавиатуре которые можно нажать вверх ни слева вправо используя vim вам не нужно беспокоиться ни о каких стрелках всяких клавишах page up page down которых может и не быть даже на обычной клавиатуре все выполняется с помощью командных клавиш что очень удобно некоторое время какое-то время сам иногда пользуюсь когда нужно отредактировать какие-то конфигурации в небольшом количестве я имею ввиду пользуюсь vim с телефона но в целом vim очень сам по себе мощный и конечно чтобы писать создавать скрипты какие-то какие-то нужно vim определенным образом настроить и даже прежде чем сейчас буду начинать редактировать этот самый файл хотелось бы поговорить о том рассказать показать каким образом можно настроить vim для более удобного для более удобного написания каких-нибудь скриптов для этого я обратно вернусь в свою домашнюю директорию и с помощью того же vim открою или создам файл называемый вот 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 здесь нет табом я пользуюсь автодополнением есть только vim.info создаю файл vim.rc сначала точка да это не опечатка так и должно быть кто знает кто знает напишите что значит точка перед именем файла в линукс так vim.rc файл настройки vim первое что можно сделать явно обозначить ничего в первой строчке специальных обозначений интерпретаторов ничего не нужно указывать сразу пишем по тексту синтакс enable то есть мы принудительно явно объявляем настройках vim о том что мы будем подсвечивать синтаксис следующий параметр которые слово которое которое выглядит так мнение транскрипции поэтому зачитывать его не буду но no compatible исправьте меня для чего это нужно для того чтобы отключить vim обратную совместимость с текстом редактором v который несколько упрощенный все таки vim это расшифровка vimproved то есть более продвинутый редактор v далее указываем кодировку utf 8 далее нужно обозначить сколько у нас будет занимать символ tab знака мест это делается с помощью настройки set сокращенно ts или полностью tab stop я обозначу два знака места что при нажатии клавиши tab там занимал не 8 знака мест а всего 2 и включу нумерацию строк set number или сокращенно set n you в принципе этого будет достаточно осталось выполнить команду source vimrc vimrc или если не получается command not found перезайти на сервер переподключиться пересоздать сессию сейчас еще раз захожу под своего пользователя и что я вижу да появились нумерация строк нажимая tab я отступаю по 2 символа подготовка закончена возвращаясь директории wireguard и теперь можно приступать к написанию скрипта первое что нужно сделать обозначив какой будет использоваться интерпретатор так как мы пишем скрипт на баш соответственно интерпретатор у нас будет сама команда оболочка или в linux это файл баш утилита баш для этого используется следующая конструкция она похожа на комментарий то есть начинается со знака решетки как и любой другой комментарий но имеет некий другой вид то есть после комментария идет восклицательный знак и дальше полный путь до командной оболочки баш и вот эта последовательность символов из решетки восклицательного знака называется шебанг она является индикатором для для самой командной оболочки которая будет выполнять этот скрипт для того чтобы ей понимать каким интерпретатором нужно воспользоваться для выполнения того самого вызываемого скрипта как вы наверное знаете или может быть слышали есть языки как компилируемые так и интерпретируемые то есть компилируемые когда мы пишем какую-то программу далее с помощью специальной программы мы этот самый написанный нами текст компилируем то есть переводим в машинный код понимаем уже компьютер и компьютер уже выполняет эту самую программу интерпретируемые языки программирования например интерпретируемые это python или тот же самый наш bash когда нет не нужна никакая компиляция такого процесса нет явно для со стороны пользователя однако все равно специальная программа считывает написанную нами программу и выполняет какую-то последовательность действий то вот шибанк строкой мы как раз обозначаем тот самый интерпретатор который будет наш скрипт waste производить был бы это python можно было бы здесь указать путь до python пишем на bash пишем указываем полный путь до утилиты bash и далее что можно было бы сделать можно было бы написать тот самый скрипт где vg генки перенаправление на утилиту т которая будет сохранять этот самый вывод куда-то там что-то точка ки далее тот же самый вывод будет на vg pub key который будет перенаправляться на что-то там pub ну самый простой примитивный что здесь можно сделать указать имя пользователя который мы будем передавать при вызове этой самой команды есть специальные переменные в bash которые обозначают которые подставляют вместе с себя аргумент вызываемые вместе со скриптом то есть доллар один в данном случае это значение этой переменной будет первый аргумент вызываемые вместе с командой вместе со скриптом что это значит я пишу ад 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 пока еще автодополнение не работает потому что файл неисполняемый например вызываю команду это саш и пишу пользователя допустим я хочу для своего ноутбука сделать конфигурацию я пишу ад клиент и пишу название допустим модель своего ноутбука предположим что происходит в этот момент вместо то самое название которое указал дальше через пробел оно подставляется вместо вот этой переменной доллар один кто мне объяснит зачем я переменную поместил в фигурные скобки кто знает для чего это делается ну а пока пишите ответ что еще можно сделать конечно это было бы здорово всего лишь одной такой командой можно было бы создавать ключи и в принципе этого было бы достаточно но как было видно ранее как было видно из повторения действий предыдущего занятия создавать просто ключи это ну не совсем эффективно все-таки созданный ключ нужно опять будет извлекать каким-то образом например с помощью команды кат копировать в буфера мена писать конфигурационный файл и так далее поэтому что можно сделать в данной ситуации я пока закомментирую эту строчку просто оставлю здесь и обозначу некоторые моменты первый момент в конфигурационном файле у нас было были несколько параметров это endpoint был ip адрес были какие-то ключи был ip адрес сети был ip адрес load то есть доступно ip адреса все эти параметры можно уже сейчас обозначить скрипте для того чтобы обращаться к ним далее ответа в чате я не увидел что значит фигурная скобка вокруг имени переменной отвечаю хоть баши достаточно в меру умный интерпретатор однако при вызове или при написании переменной вместе с какой-то постоянной частью то есть например у нас точка key и точка pub не будут меняться при выполнении скрипта однако башь может оказаться в замешательстве и не понять где заканчивается название переменной переменной это один точка key один точка pub или все-таки переменной это символ ну вот эта вот единичка для того чтобы явно обозначить башь где находится начало и конец переменной после знака доллар переменная обрамляется фигурными скобками тогда башь точно будет понимать здесь начало имени переменной чтобы обратиться к ее значению итак у нас был некий end point end point сделаем это как переменной но ее надо откуда-то брать браться все это будет из специального файла который так и будет называться end point и с расширением у него var то есть variable то есть это будет некая внешняя переменная как нам поместить значение из какого-то файла в переменную находящуюся в скрипте для этого есть команда read сама по себе команда read ждет ввода от пользователя то есть какого-то текста с стандартного потока ввода однако в linux кто уже знакомый пользовался может быть изучал некоторые его основы есть специальный оператор перенаправления точнее их несколько но один из них это вот эта вот галочка похожа на символ меньше этот символ означает оператор перенаправления стандартного потока ввода то есть команда будет ожидать на свой ввод не то что мы ведем с клавиатуры а например из какого-то файла в данном случае из текстового файла что получается срабатывает команда read которая ждет ввода не происходит в нее и в нее кладется значение из файла endpoint var то есть на самом деле немножко иначе казалось бы так как я сказал команда read в которой помещается значение из файла но опять в linux именно в bash все работает несколько иначе оператор перенаправления действует непривычно нам слева направо как выполнение команд например здесь вот выше а справа налево то есть когда командная оболочка видят что в команде присутствует оператор перенаправления она работает справа налево первое что проверяется если здесь этот самый файл берется из него какое-то значение только потом оно используется как ввод в переменную endpoint команды read в общем таким образом используя команду read оператор перенаправления стандартного потока ввода мы помещаем какое-то значение конечной точки в переменную endpoint далее у нас будет какая-то подсеть но сети стандартно бывают нескольких видов если не углубляться прямо в детали в терминологию работы сетей какие сети бывают есть некие серые диапазоны то есть серые это значит что они в интернете не маршрутизируются то есть например ip-адрес 192.168.0 что-то там вот эта сеть она не будет отображаться в сети потому что таких роутеров великое множество не у всех них сеть у каждого из дома наверняка есть роутер в котором точно была бы умолчание именно такая сеть 192.168.1.0 там 88.0 и так далее может быть 172.16 что-нибудь там еще есть несколько сетей которые используются для приватного обозначения в нашем случае которое я использовал при написании этого самого конфига я использовал сеть 10.100.200 и вот эта самая 10.100.200 сеть будет лежать в неком файле который будет называться vpn sub net .var то есть у меня будет некий файлик в котором будет находиться это самое значение сети то есть 10.100.100.200. точка завершаться точкой для чего это нужно для того чтобы vpn клиенту можно было менять последний октет октет последнюю часть вот этой самой сети последнюю цифру если уж говорить совсем просто у сервера это цифра 1 у клиента на телефоне который я создал на предыдущем занятии цифра 2 у последующего клиента будут 3 4 и так далее до 250 получается 4 да переменная будет называться vpn sub net то есть нам нужна переменная с частью той самой сети которую мы будем использовать для создания параметра который будем задавать в конфигурационном файле то есть параметр адрес у интерфейса далее что еще можно сделать ну сюда можно поместить также переменную dns если это необходимо то есть опять же сделать read dns ну и далее по тексту думаю смысл понятен если вам это понадобится можете это добавить для себя считаю да но я сейчас добавлять не совсем не нужно клиентам поэтому пойду далее ключи имена файлов приватный ключ публичный ключ они будут заканчиваться то есть у них есть какие-то расширения для этого для того чтобы этими расширениями пользоваться или как-то обозначать что одного надо будет приватным ключом другое публичным создам специальный применный прив key то есть приватный ключ будет иметь под собой значение точка key то есть переменный прив key будет находиться вот эта строка точка key публичный ключ публичный ключ будет соответственно называться точка паб все две переменных созданы можно двигаться дальше а название переменных в линукс в целом то что вот это вот какое-то простое слово это всего лишь понятное для человека слово чтобы просматривая ваш скрипт каким-нибудь другим человеком или вами спустя некоторое время вам было понятно что значит та или иная переменная что в ней может находиться то есть посмотрев спустя какое-то время на переменную vpn subnet я буду понимать что тут находится какая-то vpn под сеть endpoint понятное дело тут будет находиться какая-то конечная точка привки может показаться не совсем очевидным то есть казалось бы тут находится приватный ключ но тут расширение и можно было бы вспомнить конечно указывать еще комментарии расширение ключей комментарии также рекомендую делать заранее пока вы пишете свои скрипты так расширение ключей ну и переменная load ip который будет иметь значение 0 0 0 слэш 0 то есть мы всем клиентам будем помещать конфигурацию чтобы они свой трафик заворачивали в vpn тоннель так в данном случае точка слэш и название какого-то файла в данном случае endpoint вар vpn subnet так далее означает что в текущей директории будет просматриваться некий endpoint вар но в какой именно директории будет это все просматриваться все эти конфиги предположительно все эти переменные будут находиться в директории etc wireguard поэтому чтобы скрипт мог корректно работать ему во время выполнения нужно будет перейти в эту самую директорию команда cd etc wireguard ваш при выполнении скрипта вашей командной оболочки ничего не поменяется потому что от командной оболочки создастся еще копии этой командной оболочки еще один процесс в котором будет выполняться этот самый скрипт поэтому при выполнении пути будут меняться там по завершению для вас вообще ничего не будет заметно кроме результатов работы этого самого скрипта так вот перемещается скрипт перемещается в эту самую директорию и читает значения переменных point vpn subnet из некоторых заготовленных заранее файлов также для каждого пользователя было бы неплохо иметь свою отдельную директорию то есть есть директория clients и в директории clients будут находиться директории с именами этих самых клиентов которые будут создаваться то есть было бы хорошо чтобы в директории keys не было большого нагромождения различных ключей клиентов и они находились у каждого клиента своей директории чтобы можно было работать с этими ключами работать с конфигами клиентов и всегда мочь кого-то там изменить обрубить или добавить ему какую-то настройку что-нибудь изменить чтобы все было централизовано для этого командой mkdir минус p сейчас объясню зачем это нужно будет создаваться директория clients слэш и значение какой-то переменной user name ну откуда будет браться эта переменная user name об этом далее так завершая работу этого самого этой самой команды значит будет создана директория и в эту самую и в эту самую директорию выполняемый скрипт должен будет перейти clients slash user name Что это значит? Вот эта команда. mkdir. Команда makedir, то есть создать директорию. Далее. Ключ минус p. p это parent, то есть родители. Если нет директории clients, благодаря ключу минус p эта самая директория будет создана. Только потом внутри нее будет создана директория user со значением переменной username. Два знака ampersand означает о том, что если первая часть команды, которая здесь указана, будет выполнена успешно, значит нужно перейти ко второй части команды. Если здесь будет провал, ничего не получится, значит завершить выполнение этой команды. То есть до сюда уже не дойдет. Ну и знак косой черты. обратный. Это символ экранирования. То есть в конце строки текстовых файлов есть непечатаемый символ переноса этой самой строки. Или, например, клавиши enter, как мы нажимаем. Если этот самый символ не заэкранировать, а вот перенести вот сюда вот так вот, то это будет два совершенно разных строчки, две совершенно разных команды. Когда делается символ экранирования, он используется в скриптах для того, чтобы большую строчку разбить на несколько строк. все это делается для удобной читаемости того человека, который будет ваш скрипт разбирать. Что будет? Выполнена команда mkdir, и в случае успеха будет выполнена команда cd перейти в директорию. Потому что как можно перейти в директорию, которая не создалась из-за какой-то ошибки? Кажется, логично. Ну и о ключах. То есть ключи, конечно, можно создавать, опять же, с помощью этих самых команд ginkey и перенаправления, высчитывать здесь также с помощью vg-pubkey. Но поступим несколько иначе. Создадим несколько переменных, которые будут помещать значения уже в выполнении этих самых команд. То есть vg-genkey будет выполняться во время скрипта, и это значение будет помещаться внутрь переменной сразу же. Делается это следующим образом. Ну, конечно же, client, например, прив-key. Переменная называется client-прив-key. Ее значение будет выглядеть следующим образом. Здесь уже не фигурные скобки, а круглые скобки. Отличие в следующем. Что если в круглые скобки, то есть доллар и круглые скобки, поместить какую-то команду, здесь будет не вот этот текст vg-genkey, а будет результат его выполнения. То есть, соответственно, здесь генерируется какой-то ключ, и вот это вот значение, вот этот самый ключ, будет являться значением для переменной client-прив-key. Ну, и то же самое нужно сделать для публичного ключа. Как можно это сделать? Если у нас есть уже какая-то переменная client-прив-key, нам нужно каким-то образом из этой переменной взять ее значение и посчитать публичный ключ. Публичный ключ нужно обязательно откуда-то, то есть подавать на эту команду какой-то ввод, который был получен здесь ранее. Это делается, опять, другим способом. Переменная. Client. Public key будет иметь следующее значение. И опять вызывается какая-то команда. Команда будет следующего вида. Мы используем команду echo для того, чтобы вывести значение переменной client-прив-key. То есть мы, казалось бы, в стандартный поток вывода в наш терминал выводим значение этой самой переменной. Это делается очень просто с помощью команды echo и обращения к значению переменной client-прив-key. И то, что мы вывели стандартный поток вывода, можно перенаправить на стандартный поток вывода другой команды. И вот здесь как раз-таки будет команда vg pub key. Конечно же, маленькими буквами. vg Таким образом, мы создали приватный ключ, который находится в переменной, и публичный ключ, который, опять же, будет находиться в переменной благодаря выполнению следующей команды. Все, что я здесь ранее показывал. Есть ли какие-нибудь вопросы к этому моменту? Поставьте, пожалуйста, минус, если вопросов нет. И все понятно. Если вопрос, соответственно, есть, напишите плюс, и я буду ждать ваших вопросов. Пока жду ответы, перехожу дальше. Что можно еще сделать? Очень много переменок здесь будет. Так вот, нам же нужно не только хранить эти самые ключи в переменных, но их, конечно же, хорошо было бы, если бы эти ключи хранились в файлах. То есть, они не умирали с выполнением скрипта, точнее, с завершением работы скрипта. Делается опять с помощью команды эхо. Мы берем команду эхо. Вызываем значение переменной client привки. Перенаправляем это значение в какой-то файл. Файл будет нести в себе название user name, то есть имя пользователя, и будет какое-то расширение. User name и опять доллар, фигурные скобки, привки. и напишется вот так. То есть, никаких точек, ничего здесь делать не надо. В идеале имя файла обрамлять в кавычки, для того, чтобы интерпретатор точно понимал, что здесь находится какая-то строка. То есть, что здесь получится? Будет подставлена переменная user name и будет подставлена переменная привки. Имя пользователя будем брать где-то ранее. Привки. Вот он, пожалуйста, расширение ключ. То же самое будет сделано далее для публичного ключа. Выглядеть эта команда будет следующим образом. Эхо client публики. Перенаправляем и точно так же создаем какой-то файл в текущей директории. Текущая директория является директория clients EDC WireGuard clients имя пользователя, которую мы создаем. Иерархия. Далее. Нам нужно знать сервер публично ключ-сервер для того, чтобы помещать его в конфигурационный файл. У нас будет на этапе установки сервера создаваться файл под названием server.pub в директории EDC WireGuard. И опять же с помощью уже знакомой конструкции read server public key переменная public key будет получать значение из этого самого файла. далее. Необходимо понимать, какой последний IP-адрес был использован. Для этого опять же будет создан специальный файл, который будет называться lastusedip. Он будет состоять из значений от 1 до 254. По идее, конечно же. Так и должно быть. Ну, в общем, здесь будет какое-то одно число. Первым здесь будет цифра 1. Потом у нас сейчас произойдет выполнение скрипта, и это значение будет изменено. В общем, мы прочитали IP-адрес, который использовался ранее. Далее мы взяли это самое значение, то есть эту самую переменную, которую создали шагом выше, и с помощью специальной конструкции, которая выглядит как доллар, и уже два знака, две скобочки круглых, сделали какое-то действие. Что произошло, и что это значит за скобки? Ну, во-первых, мы взяли переменную и прибавили к ней единичку. А вот эти две круглых скобки нужны для того, чтобы интерпретатор bash понимал, что он работает сейчас с числами, то есть не какие-то строки, не какие-то значения, конкретно обработка чисел. В данном случае простая операция сложения. Что получается? Мы в переменную помещаем значение этой же самой переменной плюс один. То есть была у нас единичка last-used IP, которая была помещена на этапе создания сервера. И теперь эта переменная изменилась с единички на двоечку. Этот самый файл нужно будет перезаписать новым значением переменной, чтобы было понятно при создании нового пользователя, что используется новый IP-адрес. Все время будет так вот плюс один. Далее для создания IP-адреса клиента нам понадобится еще одна переменная, которая будет называться client-IP. Client-IP будет состоять из VPN-Subnet, из этой самой переменной, которую мы указывали ранее. Далее переменная octet-IP, которая была уже не так давно, и постоянного значения slash 32, означающего то, что у нас будет адрес не какой-то сети, а конкретного устройства. То есть в данном случае у нас IP-адрес конкретного клиента. И далее пойдет очень интересная конструкция, которая позволит нам создать конфигурационный файл. И эта самая конструкция будет начинаться с утилиты cat и заканчиваться неким волшебным словом, которое я обозначаю как i-off, обрамляя символом нижнего подчеркивания. Причем тут утилита cat спрашивается. Если утилита cat считает содержимое файла. на утилита cat есть некая особенность. Если выполнить ее без указания какого-то файла, покажется, что выполнение утилита зависло. Но если начать писать какой-то текст клавиатуры, мы увидим, что он появится на экране. Если нажать клавишу enter, мы увидим, что этот же самый текст, введенный ранее, опять скопировался наш вывод. Таким образом получается, что команда cat на самом деле не просто читает какой-то файл, а используется как стандартный поток ввода. То есть сама по себе утилита cat, вызванная без всего, использует стандартный поток ввода, который по умолчанию в Linux закреплен за клавиатурой. Что здесь будет использоваться в качестве стандартного потока ввода? Некий текст, который будет далее. Ну, конечно же, утилита cat должна все, что она получит, перенаправить в какой-то файл. Файл будет называться, он будет находиться в директории etc, wire guard, директория clients, 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 далее, user, name, то есть будет использовано имя переменной для того, чтобы перейти к конкретному пользователю. и далее некий файл, который будет называться user name .conf очень много уже написал, поэтому я на всякий случай сохраняюсь, в виме автосохранения нет, как к тому же самому ворде, например, поэтому это нужно сделать. и даже сделаю вот так вот такую конструкцию обозначу и как как только я ее добавил в свой скрипт, вот этот вот иов изменил цвет серого на желтый, то есть подсвеченный стал. Что это значит, для чего это, что это за иов, что это за вот этот оператор какой-то здесь, вроде похоже на оператор перенаправления. Во всем по порядку. Итак, что будет происходить? Команда cat читает, должна получить на свой стандартный ввод какую-то информацию, чтобы перенаправить ее в файл username.conf Но это самое значение в скриптах должно, скрипты же делаются для того, чтобы автоматизировать ручную работу, соответственно, нужно как-то в утилите cat обозначить, где будет находиться какой-то текст, где этот текст, чем он будет заканчиваться. Для этого используется оператор перенаправления стандартного потока ввода, только если не один, а целых два. Это означает, что предыдущий ввод не будет затерт. То есть будет идти постоянно дополнение до определенного момента. И как только утилита cat встретит конструкцию, кодовое слово, которое называется нижнее подчеркивание, большими буквами и нижнее подчеркивание, она поймет, что вот прием текста закончен и нужно завершить свою работу и позволить скрипту выполнять свою работу далее. Но что за текст будет находиться здесь? А текст, тот самый текст, который указывается в конфигурационном файле клиента, а именно interface и пир. Далее в интерфейс у нас же должен быть интерфейс присвоен какой-то приватный ключ в этот параметр. И это значение уже у нас есть в скрипте. Оно находится в переменной client привки. Далее нам нужно клиенту обозначить какой-то IP-адрес. Адрес у нас находится в переменной client IP. Соответственно значение параметра адрес будет брать значение подставляться из этой самой переменной. DNS можно было указать далее, но, как я сказал ранее, я его опускаю, DNS не буду указывать. и настройка пира, то есть настройка того, куда наш клиент будет подключаться, к какому участнику сети. Это будет выглядеть следующим образом. Публичный ключ значения из переменной сервер public key pre-shared key, которые можно было бы использовать, если это необходимо. Смотрите ранее и ориентируясь, создаете переменную client pre-shared key. То есть что-то похожее делаете, то, что указывал здесь. При генерации ключей приватных, публичных используете команду. В общем, смысл понятен. если нужно сделать pre-shared key переменную значение параметра, то нужно это сделать ранее. Он у меня его нет, я поэтому удалю. Allow it IPs, то есть доступно IP-адреса. Конечно, буду драться из переменной, обозначенной ранее. Endpoint из некой переменной, которую, опять же, обозначили ранее. Ну и Persistent keep alive равно 25. Это параметр, который у нас уже будет использоваться везде по умолчанию. Что произойдет? Еще раз. Вызывается команда cat, которая свой вывод будет перенаправлять в какой-то файл. И этот вывод на команду cat будет получаться с стандартного потока ввода, который будет заканчиваться ключевым слом и off. И далее, как будто бы с клавиатуры вводилось бы интерфейс private key, вместо client private key будет подставлено значение, то есть приватный ключ клиента. Адрес, пир, паблики и так далее. И как только будет встречена вот эта комбинация и off, команда cat завершает свою работу и весь вот этот текст ранее, от интерфейса до persistent keyplive включительно будет сохранен файл с именем пользователя .conf далее, нужно этого самого клиента каким-то образом поместить в конфигурацию сервера. У нас же есть специальный файл vg0.conf, в котором хранятся конфигурации как самого сервера, так конфигурация пиров, то есть участников сети. Для этого опять прибегнем к этой самой конструкции, команде cat и off. cat и off нижнее подчеркивание. Далее здесь уже используется не оператор перенаправления стандартного потока вывода, то есть не просто записываем файл, как здесь с нуля, а мы дописываем файл, то есть два оператора перенаправления вывода будут дописывать файл, не затирая уже имеющееся содержимое. Содержимое в файле vg0.conf точно уже будет на этот момент, на момент создания клиента. Сделаю вот таким образом. то есть у нас будет дописываться файл vg0.conf и каким-то текстом текст будет следующего содержания. Опять же, все берется из того, что мы уже знаем. В конфигурационном файле сервера будет находиться какой-то пир, у которого есть публичный ключ. Здесь пришед кейс совсем не нужен, но он мне был для примера. Решил сейчас опустить. И allow type is, то есть доступный IP-адрес. Всего три строчки текста и одна пустая строка. Я оставил здесь не просто так. Для того, чтобы было конфигурационный файл Adobe читаемый, нужно пиров, то есть участников сети, разделять пустой строкой. Так будет, вы скажете себе спасибо, когда будете просматривать этот конфигурационный файл. Все. Таким образом, мы, во-первых, создали файл конфигурации клиента, второе, мы дополнили файл конфигурации сервера. То есть понятно, что подразумевается, что конфигурация сервера, конфигурация клиентов создается на том же машине, где находится сервер. Далее, поскольку WireGuard не умеет сам по себе перечитывать конфигурацию, но это вполне себе нормально, для этого ему нужно сказать следующую команду. System CTL restart, то есть мы перезапускаем WireGuard. VG Quick собачка VG 0. Этой команды не было ранее. Что это за команда, откуда она взялась? В Linux есть процессы, которые называются демонами. если говорить на языке Windows, службы, если говорить в общем, это некие программы, некие процессы, которые выполняются в фоне, то есть без участия человека и ожидают каких-то действий. в данном случае в данном случае у нас будет висеть работать в фоне службы WireGuard, сервис WireGuard, который будет ожидать подключения каких-нибудь клиентов. Для того, чтобы перезапустить какую-то фоновую службу, то есть мы же напрямую с ней не можем взаимодействовать с терминалом, потому что она уже запущена в фоне, есть команда System Ctl. Команде System Ctl можно передать несколько значений. Старт, запустить службу, запустить демо на стоп, остановить его, рестарт аналогичен комбинацией двух команд стоп и старт. Есть еще команда Reload, но она работает с некоторыми сервисами, надо смотреть документацию к сервису, чтобы понять, будет работать Reload или нет. Ну, в нашем случае да, это рестарт. Ну, в принципе, там еще есть несколько параметров, но самые встречающиеся именно вот эти четыре Start, Stop, Restart и Reload. А далее идет название самого сервиса. Сервис WireGuard называется VGQuick. Команды VGQuickUp, VG0 мы из-под терминала запускаем WireGuard, VGQuick собачка это некий сервис, которому нужно передать имя конфигурации. То есть здесь VG0 это имя конфигурационного файла, вот он VG0 без конф, то есть конф опускается. Полное имя этого самого сервиса означает, что команды VGQuick будет использоваться файл VG0 конф файл. Нужно сервер перезапустить, чтобы он эти новые настройки подхватил. Поэтому мы добавляем этот параметр в скрипт. Далее. Можно сделать следующим образом. Командой qr ncode минус t ну будет ansi utf8 мы будем генерировать какой-то qr-код, который будем брать из файла с расширением username.conv то есть при выполнении скрипта после того, как оно будет уже подходить к своему логическому завершению, будет выведено на экран qr-код сгенерированный из вот этого самого конфигурационного файла. Далее можно сделать еще какую-нибудь такую вещь. Например, вывести конфигурационный файл, полученный в результате на экран с помощью утилита cat и сохранить этот самый qr-код, который мы выбили в стандартный поток вывода, то есть в терминал, еще сохранить его файл. Например, файл с расширением png, то есть в картинку какую-нибудь. Можно даже взять в комментарии какой-нибудь вот такой вот пока что на английском save qr-код конфиг to png файл, сохранить конфигурацию qr-код конфигурации в png файл, то есть qr-кодом можно с помощью параметра минус t обозначить формат вывода. Формат вывода это файл с расширением типа png, ключ то есть output файл каким будет output файл это будет опять же файл с именем пользователя которого мы будем создавать и расширение png а вот этой команды будет браться из того же самого конфига таким образом под конец мы сгенерируем qr-код который выведется на экран чтобы можно было клиенту сразу считать далее на экран выведется содержимое конфигурационного файла клиента и этот же самый qr-код далее будет сохранен в файл который можно будет скачать к себе на компьютер с графическим окружением и с помощью какого-нибудь просмотрщика изображения открыть этот самый qr-код уже в удобном для вас месте то есть например на экране ноутбук или компьютера есть ли какие-нибудь вопросы сейчас по этому блоку задайте их пожалуйста у меня видимо тут проблема с чатом да нет все в порядке так ну вопросов я не вижу тогда двигаюсь дальше ну конечно же как говорилось ранее где-то переменная юзернейм где она берется откуда в системе и так есть переменная юзернейм которая обозначает имя пользователя текущего нам не нужно имя пользователя текущего мы будем создавать конфигурацию для какого-то определенного клиента имя которому зададим произвольно и для этого будем использовать конструкцию ветвления то есть оператор if и что мы будем делать с помощью оператора if во-первых мы будем проверять при вызове команды при вызове скрипта addclient .sh описывал ли клиент то есть оператор указывал ли в качестве значения первого параметра имя имя этого самого клиента то есть там addclient.sh macbook например указывал команда if проверяет указанный параметр или нет далее если этот параметр пустой будет выполняться следующее действие то есть пользователю на экран будет выведено сообщение введите имя пользователя vpn введите имя пользователя vpn клиента vpn сервера какого-нибудь и все что пользователь введет будет помещаться в переменную username если и на этом этапе пользователь опять пропустил вот имени то тогда будет выводиться на экран сообщение пустое имя пользователя выход и скрипт будет завершать свою работу однако если все окей и значение переменной не пустое скрипт будет идти далее и завершать свою работу то есть если параметр пустой пользователь указывает его если параметр имеет какое-то значение то есть имя клиента то соответственно тогда переменная username будет передано это самое значение от слов к делу как это будет выглядеть команда if ну я привык как скобочки различные кавычки закрывать сразу команда if в линуксе закрывается командой fi if и что-то там if что то есть если что что мы будем проверять мы будем проверять имеется ли у нас первый аргумент то есть имя пользователя и для этого есть составная команда которая называется тест команда тест если набрать сейчас сохранюсь выйду напишу man тест что будет видно то есть команда тест проверяет какие-то файлы или какие-нибудь значения и имеет множество различных параметров ключей и синапсис и этой команды выглядят следующим образом либо команда тест сама по себе как привычная команда либо ее составная форма составная форма это значит квадратные скобки как видно квадратная скобка открывается квадратная скобка закрывается вот именно это обозначает что команда является составной далее здесь обозначены если смотреть manual дальше очень много параметров которые указываются например нас сейчас интересует где-то он был здесь если здесь сейчас перейду в самое начало слэш минус z да и дальше идет строчка то есть является ли значение пустым то есть zero пустое нуль то есть не какое-то именно ноль как число которое мы привыкли а то есть является ли вот эта вот строка пустой в принципе все то есть в данном случае мы будем проверять пустоту какой-то переменной используя составную команду так выхожу из manual возвращаюсь в скрипт и что пишу значит так как команда составная но она все-таки начинается после любой команды можно задать ее параметры выполнения это ключ минус z который будет проверять является ли строка доллар фигурных скобках единичка пустой если да then то есть тогда будет выполняться команда read минус p read минус p ключ п будет вводить сообщение в стандартный поток вывода то есть для пользователя что будет выведено enter vpn user name двоеточие пробел чтобы все что будет вводить пользователь не прилипало к двоеточию все-таки разделялось каким-то символом и далее в самом конце куда будет помещаться значение того что пользователь ведет с клавиатуры будет помещаться в переменную username то есть это так и обозначается минус p это вывести какое-то сообщение здесь как уже привычная вот здесь вот форма written point все что будет прочитано с клавиатуры будет помещено в директорию в переменную username все достаточно просто единственное добавляется ключ минус p который выводит сообщение то есть print message какой-то далее команда read если опять же мы теперь проверяем имеется ли значение переменной username является ли оно пустым для чего это нужно ну если вдруг пользователь бездумно вызывает скрипт нажимает enter не раздумывая чтобы скрипт не начал свое выполнение не было каких-нибудь ошибок не создавались мусорные файлы безымянные которые будут обязательно перезатираться нужно чтобы скрипт не успев создать ничего уже завершил свою работу как-то будет выглядеть то есть если значение переменной user name будет пустым тогда и что тогда 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 нужно сделать эхо то есть вывести на экран сообщение пусть будет типа комментарий такой empty то есть пустой vpn user name точка exit то есть выход пустое имя пользователя vpn выход и как он будет выходить для этого есть команда exit сама по себе команда exit просто завершение работы но но принято делать следующим образом если команда вот используется exit и мы хотим обозначить что команда завершилась с какой-то ошибкой то есть код выполнения команды больше нуля то есть неуспешно нужно этот код ошибки обозначить в своем скрипте самостоятельно если вы уже пользовались линуксом знакомые могли видеть в каких-нибудь мануалах или где-нибудь еще что программа какая-нибудь может завершаться с ошибкой и эта ошибка точнее ее код будет выводиться в терминал значение каждого кода определяется разработчиком этой самой команды кроме ну общий смысл такой код ошибки ноль это значит что никакой ошибки нет команда выполнилась успешно код ошибки единичка и больше значит была какая-то ошибка при выполнении команды смотрите manual чтобы понять что за код ошибки и как его там исправить в данном случае код ошибки 1 у нас будет обозначать что пустое имя пользователя все команда exit с кодом ошибки 1 которым завершится скрипт выйти но если такого не произошло то есть фи мы закрываем вот этот вот самый if который был здесь и была проведена проверка если все окей и даже вот эта проверка не прошла то есть у нас нет вот тогда то есть это значение переменной не пустое значит then не выполняется а выполняется иначе else else user name равно доллар 1 теперь читаю полностью то что я написал если аргумент 1 пустой тогда выполнить команду введите имя пользователя и поместить значение введенной с клавиатуры переменную user name далее если переменная user name пустая тогда вывести на экран сообщение пустой имя пользователя выход и выполнить команду exit с кодом ошибки 1 закрыть выполнение if однако иначе если переменная аргумент 1 не пустой иначе то есть тогда user name равен вот этому самому значению аргумента все то есть таким образом казалось бы сложная конструкция но мы облегчили себе работу с этим самым скриптом тем самым избежали что имя пользователя будет пустым избежали того момента если мы забыли указать имя пользователя такие ой ну нас спрашивает скрипт видите имя пользователя и тогда да мы вводим его сами либо третий вариант развития что мы уже знаем какое имя пользователя будем использовать вводим его заранее и тогда эта конструкция принимает значение юзерней того что мы указали далее все значит из чего состоит скрипт проверки имя пользователя далее создание нескольких переменных то есть точка которая подключаться сеть под сеть vpn обозначение расширений файлов приватных публичных ключей какие ip-адреса будут доступны клиенту и будет далее создаваться директория пользователя с переходом в нее далее у нас генерируются ключи приватный публичный после этого у нас создаются файлы с этими же значениями уже все используя используя только одни значения переменных здесь указаны как приватный публичный ключ ну и конечно же нам нужно для нашего конфигурационного файла публичный ключ сервера тоже будет создаваться переменная переменная с доступным ip-адресом и этот самый ip-адрес будет уже принимать некую форму и далее в конце после того как мы собрали всю необходимую информацию для того чтобы корректно сконфигурировать пользовательский файл конкретно создать конфигурационный файл пользователя мы приступаем к его созданию с помощью команды вот такой вот конструкции эта конструкция вот команда cat из иов с кодовым словом называется вложенный документ вот с таким вложенным документом мы уже можем работать и создавать конфигурационные файлы для этого нам нужен некий текст и уже какие-то значения переменных то же самое для создания конфигурационного файла после этого как только пользователь был создан мы перезапускаем сервис в airguard для того чтобы новый клиент мог уже подключиться генерируем qr-код чтобы клиент мог сразу же настроить своего клиента например телефон если это будет телефон вывести на экран содержимое конфигурационного файла клиента чтобы проверить что все действительно корректно отобразилось ну и на всякий случай сохраняем qr-код в формате png в отдельный файл для того чтобы этот файл можно было перенести или передать какому-нибудь клиенту которого нет здесь перед вами скрипт сразу скажу по моему мнению может быть доработан может быть доработан много где например нас будут спрашивать а нужно ли винилировать qr-код сейчас то есть если клиент рядом с вами вы можете сказать да генерируем qr-код вводим на экран если нет не надо нужно ли выводить там юзерный конфигурационный файл пользователя да или нет то есть в принципе написание каких-нибудь скриптов это программирование это творческий процесс и тут нет какого-то единого правильного решения главное что оно работает выполняет свою функцию и конечно главное чтобы это было максимально с соблюдением некоторых стандартов да и чтобы вы как пользу как писатели этого самого скрипта могли спустя какое-то время открыть его прочитать и понять о чем идет здесь речь если вы захотите с кем-то этим скриптом поделиться кто-нибудь открыв его посмотрел этот скрипт работает так и так здесь будет волняться то-то то-то и то-то замечательно все вот сейчас первая часть самая длинная самая сложная потому что объяснение каждых моментов было например создание конфигурационного файла пользователя завершено теперь переходим к другой части что можно сделать еще можно автоматизировать установку сервера по поводу конфигурационного файла вот этого скрипта клиента есть какие-нибудь вопросы что-нибудь если вопросов нет напишите минус пожалуйста также минусов даже нет вижу либо стесняется либо что-то еще ну значит вопросов нет так или иначе дальше уже будет чуть попроще попроще создам файл под названием in stall .sh и конечно же его отредактирую с помощью vim первая строка интерпретатора нашего скрипта конечно же командная оболочка bash и тут несколько других дополнений первое рабочая директория в которой будет происходить весь процесс она называется переменная workdir с этой переменной чтобы можно было например использовать не обязательно директорию tc wireguard например если вы захотите чтобы у вас конфигурация wireguard хранилась в другом месте или как-нибудь изменить ну так или иначе будет удобнее работать с самой переменной и менять вне значения чем бегать по самому тексту скрипта и менять вот эти пути вручную ну и далее нужно произвести установку wireguard которая делается следующим образом команда apt update обязательно нужна ну скрипт хочу отметить еще раз что выполняется на ubuntu и соответственно скрипт устанавливался на ubuntu и соответственно скрипт пишется под ubuntu wireguard устанавливается на ubuntu скрипт пишется под ubuntu да извините пожалуйста так вот чем проще вообще почему выбраны ubuntu еще раз обращусь к этому вопросу потому что ubuntu очень распространенная система достаточно стабильная и многие команды вообще множество различных дистрибутивов например тот же самый который был вопрос от Дмитрия про raspberry pi малинку там тоже используется ubuntu в принципе вот этот скрипт справедливый для ubuntu может подойти и для настройки вашей raspberry pi если вы не хотите целый сервер какой-то или машину виртуальную выделять можно использовать raspberry pi с разбиан или ubuntu сервер и развернуть wireguard сервер так или иначе в общем мы делаем обновление кэша пакетов то есть просматриваем репозиторий на наличие каких-нибудь обновлений обязательно и в случае успеха что у нас есть сеть то есть update не произойдет если у нас нет сети или например у нас недоступны сервера обновлений тогда эта команда будет не выполнена и весь скрипт тоже не выполнится поэтому с помощью end вот этого то есть если здесь ок тогда делаем следующее apt install далее так как install спрашивает пользователя о том что надо ли установить пакеты которые вы хотите вот здесь будут такие-то пакеты так у меня здесь нету wireguard хотите ли вы установить следующие пакеты там будет размер пакет такой-то после установки такой-то изменения согласны ли вы скрипт сломается если начнется вот эти вопросы у пользователя команды apt для этого предусмотрен специальный параметр минус y который будет автоматически со всем соглашаться то есть apt install минус y будет говорить о том что все что здесь вопросы будут об установке будет отвечено да конечно конечно будет да и все то есть мы устанавливаем сервер далее о том что я говорил в самом конце предыдущего занятия что нужно сделать чтобы vpn сервер работал и трафик проходил через него первое что я сделал включил forwarding пакетов то есть перенаправление пакетов с одного интерфейса на другой то есть нужно сейчас вот она эта переменная разрешить перенаправление пакетов вот он этот комментарий как это будет делаться опять же чтобы не писать много всего ip forward в переменную ip forward мы поместим строчку net ip версии 4 ip forward равно 1 то есть то что я писал в конце занятия вручную здесь будет находиться в переменную чтобы с ним можно было работать далее файл в котором будет помещаться эта строка то есть тот самый forward файл как я говорил есть файл systemctl conf есть директория для этого самого systemctl с дополнительными настройками модулями скажем так мы создадим условно говоря настройку модуль который будет называться 99ipforward.conf и вот этот самый файл с которым будем работать все то есть эта переменная будет содержать в себе значение путь до файла с настройкой ну и в самом конце нужно сделать следующее записать эту строчку в файл ip forward вот этого 99ipforward.conf и применить значение применить новую настройку команды systemctl минус p путь до файла с конфигурацией делается это следующей командой выглядит это так эхо ip forward то есть будет браться значение отсюда перенаправляется в файл некий forward файл вот он вот здесь вот и если все выполнено успешно systemctl минус p forward файл то есть применить настройки вот из этого файла то есть здесь опять же берется вот этот самый значение этой самой переменной нам не нужно два раза писать полный путь мы просто пишем переменную очень удобно далее после того как подготовка на уровне сети завершена нужно перейти в рабочую директорию etc в airguard перейти в рабочую директорию вот она workdir его значение workdir пожалуйста и сделать то что я делал тогда чтобы только владелец этой директории мог иметь полный доступ а все остальные вообще ничего не могли там делать не читать содержимое директории уж тем более ничего не записывать поэтому устанавливается на директорию umask 0.7.7 еще раз объясняю umask это инвертированное значение то есть если 0 значит может быть разрешено чтение запись выполнения если 7 это означает что чтение запись выполнения вот эти атрибуты будут скрыты то есть недоступны для для группы владельцев и для всех остальных так далее перейдем к генерации ключей сервера и тут уже используя команду if можно проверить есть ли у нас ключи сервера то есть вот так вот если здесь уже используется команда test две квадратные скобки то есть опять составная команда test но что значит две квадратные скобки так называемые регулярные выражения если кто-то слышал это слово регулярное выражение это описывается ими описываются какие-нибудь файлы какие-нибудь значения какие-нибудь имена в общем какой-то текст который подпадает под определенный шаблон и этот шаблон нужно проверить то есть то что мы проверяем соответствует ли этому шаблону который мы указали ну здесь шаблон простой то есть мы проверяем если файл сервер pub и здесь уже логическое или то есть если вспомнить алгебру логики есть и или здесь в данном случае логическое и то есть если у нас файл сервер pub и если у нас файл сервер key идет проверка если эти два файла есть значит нам выводится на экран then echo ключи есть то есть вывести на экран ключи уже существуют для чего это надо зачем можно было бы как и клиенту создавать новую создавать все время переменную сервер привки с помощью команды сервер папки тоже с помощью команды потом все это с помощью эха перенаправлять в какие-нибудь файлы но это неэффективно зачем нам перезаписывать уже имеющуюся конфигурацию сервера поэтому с помощью if мы проверяем есть ключи сервера или нет далее нам понадобится следующее значение для сервера это его ip-адрес как достать у сервера ip-адрес есть несколько способов один из них используя конвейер команду avk то есть мы из стандартного маршрута сейчас я вам покажу сохраню этот файл заодно с помощью команды ip root мы можем посмотреть какие есть маршруты на сервере в данном случае маршрут по умолчанию через шлюз 192.168.1.254 находится на устройстве ENP 0.3 протокол по которому получается адрес был DHCP и источником от пакетов которые будут отправляться на шлюз будет адрес 192.168.1.71 ну метрику мы опускаем что получается у нас в маршрутах уже где-то прописан ip-адрес сервера если бы у вас был какая-нибудь pds vps то есть виртуальный сервер в облаке присвоен ему белый ip-адрес от провайдера который создал вам этот виртуальный сервер скорее всего у вас тут был бы как раз таки ваш белый ip то есть команда vk во-первых посчитав сколько здесь слов какое слово нам нужно то есть вот это вот слово где у нас содержится именно ip-адрес в качестве разделителя использовать пробел все лишнее мы обрезаем проверяем что действительно это мы получили и только тогда мы создаем некую перемену но это может быть сложно есть следующий момент команда curl 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 нужен для того чтобы работать с каким-то веб-содержимом в данном данном случае curl может вытаскивать какую-то информацию с каких-нибудь доменов сайтов и так далее и тому подобное какие-то значения которые может возвращать сайт при обращении к ним вот curl минус сайт будут какие-то заголовки параметры что-нибудь еще там будут другие какие-нибудь значения нашей целью не является разбор утилиты curl наша цель определить ip-адрес но единственный один из многих сайтов которым неизвестный сайт для того чтобы узнать свой ip-адрес это toip.ru если вы откроете его с браузера у вас там будет множество различных картинок различных ссылок по которым можно перейти и так далее и тому подобное но по центру сайта большими цифрами будет написан ваш внешний ip-адрес то есть этот сайт определяет тот самый адрес с которого вы обращаетесь не внутренне а именно внешне с помощью curl можно получить именно этот самый адрес с этого сайта засветил свой ip-адрес на весь youtube замечательно ну ладно что же поделать в общем команда curl получает какое-то значение все отлично теперь таким образом можно получить ip-адрес сервера который мы будем использовать и поместим и поместим в некоторую переменную из которой из-за этой самой переменной мы будем создавать файл endpoint далее но все не просто так здесь у нас будет использоваться опять команда read которая будет создавать переменную endpoint и мы будем проверять есть ли в этом самый endpoint значение какое-нибудь или нет что в данном случае есть очень большой текст который будет предупреждать пользователя то есть введите конечную endpoint то есть ip-адрес сервера и порт в формате ip адрес двоеточие порт сервера то есть например там 192.168.1.71 двоеточие 51.820 если это не будет сделано то есть здесь в скобочках по умолчанию будет если нажать enter будет применено вместо тут будет ваш ip-адрес новиточие и порт который будет применен и опять идет проверка то есть мы вроде бы создали переменную а дальше нам нужно создать файл endpoint var проверяем пустая ли это переменная если переменная пустая тогда ну вот из команды read это все помещается то что мы указываем здесь файл endpoint var и уже мы никуда то есть мы и создаем файл и точно так же этот самый ip-адрес выводим в терминал чтобы мы видели результат работы команды если ничего не получается для удобочитаемости сделаю даже вот так вот иначе если у нас endpoint уже здесь есть указан где-то где-то он был уже тогда соответственно это самые переменные уже минуя всякие проверки будет помещаться в файл endpoint var нам этот файл endpoint var понадобится для конфигурации клиента тоже далее нам нужно указать ip-адрес сервера и здесь опять идет конструкция if то есть если мы в файлу install sh не указали какой-то ip-адрес то есть аргумент один пустой тогда опять у пользователя спрашивают введите ip-адрес сервера в формате например там 10 100 201 то есть не внешний ip-адрес а внутренний ip-адрес vpn сети сервер ip такой-то если команда read была пустая то по умолчанию применяется тот самый ip-адрес который у нас находится здесь если пользователь все задал с вызовом инструкции install sh тот самый ip-адрес внутренний сервера тогда это будет применяться уже сразу далее нам нужно определить а что является то есть если пользователь ввел что-то другое то есть не 10 100 201 нам нужно каким-то образом вычислить vpn subnet то есть подсеть vpn то есть 10 100 200 или 172 16 50 172 что-нибудь еще 10 192 168 и так далее то есть что-то что здесь ввел пользователь и тут на помощь приходят те самые регулярные выражения о которых я говорил то есть понять регулярные выражения за один интенсив будет непросто но я объясню что здесь происходит команда echo выводит на экран значение перемены сервера ip то есть вот это вот само ip-адреса сервера который указан внутренний ip-адрес сервера далее переводят это все на команду greb команда greb обрабатывает текст и выводит из него какие-то значения в данном случае команда greb будет работать с регулярными выражениями это ключ e и мы описываем это самое выражение в скобочках вот здесь вот скобочки в данном случае то есть начало кавычки что за строчка в скобочках это некая группа символов что за группа символов значит в квадратных скобках идет перечисление от нуля диапазона от нуля до девяти далее символ плюс означает что обязательно что-то здесь должно быть то есть какой-то символ один или больше символов может быть то есть либо это один 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 вы используете внутри сети или там сто 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 как-нибудь так вот ну и так далее все все что соответствует формату ipv4 и далее косая черта точка косая черта это символ экранирования о котором я говорил ранее то есть точка сама по себе в регулярных выражениях подразумевает также наличие какого-то символа вот именно в этом месте но в ip-адресе точка является разделителем поэтому чтобы команда grep при обработке регулярного выражения понимала что это не какой-то символ а что это конкретно точка мы ее экранируем с помощью обратного слэша далее фигурная скобка здесь вот эта цифра 3 означает количество вот этих вот самых групп то есть группа где есть какое-то число от нуля до девяти и их больше одного и далее после него идет точка они встречаются три раза то есть 10 точка 100 точка 200 точка три раза три да все правильно команда grep извлекла вот этот самый шаблон и перенаправил уже это значение файл vpn subnet var таким образом мы имея ip адрес сервера который уже на предыдущем шаге задали с помощью вот такой конструкции извлекаем какая подсеть будет использоваться и только потом вот это значение помещаем в файл то есть теперь понятно откуда у клиента взялся файл vpn subnet которым указывали у него вот отсюда из-за этой самой команды далее нужно создать файл последний использованный ip-адрес потому что мы только что создали ip-адрес серверу у него ip-адрес в самом конце заканчивается на единичку поэтому мы команды echo один ну по-другому быть не может поэтому прям сразу гвоздями перебиваем это значение last used ip-var при установке сервера мы прям вот забиваем точно что здесь будет единичка никак иначе помещаем сюда это значение все далее 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 есть некая функция познакомлю с такой штукой скрипта которая называется функции то есть это вроде бы команда которую можно было бы выполнить но эту целиком команду можно полностью сократить до какого-то обозначения то есть например мы должны определить устройство являющееся интерфейсом внешним интерфейсом который связан с интернетом то есть мы определяем вот это самое устройство как это можно сделать один из вариантов как я показывал с помощью команды ip-road с помощью команды grep найти строчку которая есть содержит слово default и с помощью команды vk вывести на экран пятое слово в качестве разделителя по умолчанию пробел или символ тубуляции ну там пробел и пятым у нас будет как раз таки например gnp 0s3 вот этот самый внешний интерфейс по умолчанию который связан с сетью интернет далее делается echo detect one то есть мы вызываем функцию мы функцию задали какой команду она работает что-то типа переменных ну что-то типа переменных только для вот каких-то вот команд если в переменной мы помещаем какие-то значения строчки то функции мы помещаем какие-то уже команды целиком вот мы вводим значение того что у нас получилось какой у нас интерфейс является внешним далее команда read нам предлагает говорить что введите имя интерфейс внешнего интерфейса если вы нажмете enter будет применен следующий интерфейс который определился автоматически ну и здесь я просто для удобной читаемости перенес one interface name это будет та самая переменная которая опять же уже знакомой конструкции и будет проверяться если пользователь нажал enter то есть оставил сюда ничего не вводил то что его спросили просто нажал enter его устраивает то будет применено значение которое у нас находится здесь функция detect one все ну else тут даже не нужен потому что ну а зачем нам else если пользователь что-то вел так и понятно все ничего не будет никакой if выполняться не будет и нам опять будет выведен на экран тот самый интерфейс который используется для соединения сетью интернет так осталось совсем немного посмотрю вопросы появились какие-нибудь вопросов пока никаких нет если они будут пишите пожалуйста так значит мы определили внешний интерфейс ну и последнее нам нужно уже опять же с помощью знакомой конструкции команды get создать конфигурационный файл но тут все будет не совсем так просто сейчас я покажу и каждую строчку объясню я уже копирую у меня было все это заготовлено на всякий случай если времени будет очень много потрачено уже почти два часа как раз таки укладываем все как по регламенту я обозначал то и будем делать значит что происходит очень много букв все не так просто но что получается команда cat будет считать содержимое файла endpoint var определять его ip адрес далее будет находить какой-то текст внутри в данном случае строчки будет искаться двоеточие то есть endpoint var у нас содержит ip адрес двоеточие порт нам нужно это значение как-то разделить например с помощью команды seed мы разделяем мы изменяем в потоке вместо двоеточия ставим символ пробела ну и while то есть тогда пока будет происходить чтение пока содержатся какие-то значения то есть сервер external ip то есть внешний ip адрес сервера у нас будет использоваться которые были извлечены с помощью команды seed это то что до пробела и после пробела сервер external порт то есть внешний порт сервера то есть что сделалось команда cat прочитала значение далее команда seed разделила на две части с помощью пробела заменив двоеточие и далее команда while взяла по каждому значению которое вывелось на экран первое значение порт в переменную сервер external ip первое значение ip адрес в сервер external ip второе значение после пробела порт который занимает сервер external порт ну и нужно что-то сделать while работает с do то есть do и начинается какое-то действие и здесь опять знакомое действие с помощью встроенного документа вот этой конструкции cat и of будет создаваться файл под названием vg0.conf.dev то есть конфигурация интерфейса vg0 по умолчанию ну и в общем некая заготовка которую можно будет использовать и менять потом как захотим главное это уже получить шаблон шаблон который будет работать в данном случае опять мы указываем ip только интерфейс то есть мы задаем настройки сервера у нас нет никаких киров пиры то есть участники этой сети vpn-сети будут указываться с помощью другого скрипта который мы сделали ранее то есть мы делаем только настройку для сервера интерфейс адрес сервер ip который мы создали тогда там внутренний сервер ip 10 100 201 save config явно обозначаем что не нужно в потоке соединять конфигурацию подключающихся мы не будем сохранять приват приватный ключ который находится в переменной сервер привки порт который мы будем слушать уже вот он здесь определяется сервер external порт вот эта вот команда которая здесь закомментирована я объясню чуть позже пока объясню то что нам уже более-менее известно post app это некая команда в варгарде которая выполняется после того как произведено запуск то есть производится запуск самого интерфейса варгар после его запуска будет выполняться команда то есть post app и выполнение команды ip tables то есть работа с фэрволом идет сейчас добавляем в цепочку forward то есть проходящего трафика с интерфейсов мимо нашего сервера входящим интерфейсом и то есть input интерфейс и вот это в документации описанная переменная процент и будет означать подставлять свое значение vg0 то есть vg0 вот берется из названия этого там файла конфигурационного был бы vg1 значит интерфейс который бы запускался наверняка здесь был бы процент и это vg1 ну и так далее предполагается что оно будет именно вот так в общем входящий интерфейс vg0 что мы делаем разрешаем проходящий трафик далее опять с помощью файрвола мы добавляем правила в перенаправление пакетов исходящий трафик с этого самого интерфейса мы тоже разрешаем и последнее то что я указывал также в самом конце предыдущего занятия почему же у меня сайты не открывались когда весь трафик перенаправляется через сервер нужно включить NAT то есть преобразование IP адреса с внутреннего на IP адрес роутера который пакет этот пересылает далее и третье правило добавляется IP tables в таблицу NAT в цепочку post routing внешним интерфейсом one interface name который мы определили здесь в скрипте ранее и выполняется действие mascarat то есть постановка IP адреса с внешнего интерфейса сервера все то есть после запуска этого скрипта постап после запуска этого самого интерфейса выполняется еще команда для работы с фаерволом чтобы весь трафик проходил точно далее нам нужно эти правила по-хорошему удалить если мы завершаем работу интерфейса то есть почистить за собой команда postdown то есть после того как интерфейс будет выключен выполняется команда epitables минус d то есть если минус а большая append мы добавляли правила минус d большая мы удаляем какие-то правила и дальше мы описываем что именно за правила мы удаляем удаляем правила для входящих интерфейса vg0 удаляем правила для исходящего интерфейса vg0 и удаляем правила для NAT то есть мы удаляем подстановку нашего IP адреса сервера источника места IP адреса клиента который проходит через наш сервер вот это вот сейчас все это было это конфигурация весь текст который будет находиться в конфигурации сервера в специальном файле vg0 conf default и off и off то есть заканчивается действие и все у нас обработался while закончился больше никаких переменных все использовались они были выполнены done то есть while начинается с do и заканчивается на done все успешно выполнено мы вышли из цикла и что делаем следующее копируем этот самый файл vg0 conf в файл vg0 conf ну чтобы команда для работы системными демонами обнаружила этот самый конфигурационный файл и запустила сервер в работу то есть systemctl enable мы включаем добавляем в автозапуск наш сервер и даже можно но явно я здесь не прописываю строчку то есть можно было бы после enable сделать следующее system ctl start vg def quick собака vg0 то есть мы добавляем сервис в автозагрузку и мы этот же самый сервис запускаем ну в принципе отчего мелочиться зачем это делать ручную пусть сервер сразу стартует все таким образом после того как все настройки были выполнены весь все файлы с конфигурацией были созданы сервер добавляется в автозагрузку командой systemctl enable и сервер и сервис vpn запускается командой systemctl start да я также говорил что что тут находится постап если заглянуть в документацию по вайргарду команды vg то там в примерах можно найти следующую конструкцию которую нам предлагают с помощью постап и далее выполнить некую команду которая будет помещать приватный ключ с помощью встроенного в linux команды pass то есть она будет определенным образом шифровать и только потом мы будем приватки то есть наш приватный ключ в общем мы будем приватный ключ использовать не явно в файле настроек вот здесь вот как я как он был использован нами а он будет определенно хитрым образом зашифрован и не будет виден в файле конфигурации вообще в принципе то есть если конфиг кто-нибудь увидит то приватный ключ никуда не денется они увидят только команду и все а команда ничем не сможет помочь потому что она должна быть выполнена из-под пользователя root которых пользователи которые случайно даже если вдруг вы забыли настроить права доступа пользователь все равно не сможет найти эти файлы по-хорошему конечно же ну собственно все еще раз с самого начала быстренько пробегаясь по этому самому скрипту установки install.sh устанавливаем сервер со всеми необходимыми утилитами включая qr-encode включаем перенаправление пакетов далее создаем ключи если их нету ключи сервера определив ip-адрес мы создаем файл endpoint который соответствует ip-адресу и порту нашего сервера создаем определяем внутреннюю сеть внутри vpn-тоннеля находим что у нас сеть как сеть выглядит там ее ip-адрес там 10 100 200 например в данном случае проверяем какой у нас интерфейс является внешним разбиваем тот самый ip-адрес сочетание ip-адрес порт на 2 на 2 значения создаем конфигурационный файл шаблон конфигурационного файла vg0.conf с некоторым содержимым и копируем этот самый файл уже для использования все запускаем сервис в работу таким образом понимая работу понимая настройку понимая работу варгарда если нам активно с ним придется работать и мы будем использовать для решения каких-то своих задач вот так вот потратив много времени ну относительно много времени конечно все-таки я потратил больше времени из-за того что объяснял некоторые моменты но так или иначе потратив один раз чуть больше времени на заготовку какого-то скрипта в следующий раз когда нам понадобится например добавить какого-нибудь клиента у нас уже есть замечательный скрипт который нам поможет решить эту задачу если мы захотим этот самый варгард сервер использовать где-нибудь еще захотим его установить вручную то вот пожалуйста у нас есть уже готовый конфигурационный готовый скрипт который позволит нам развернуть этот самый вг сервер на любом нашем устройстве пусть это будет Raspberry Pi виртуальный какой-нибудь сервер там в каком-нибудь виртуал боксе в виртуал машин где угодно или даже внешний внешний виртуальный сервер облачный сервер на Ubuntu с помощью вот этих скриптов вы очень сильно сэкономите себе работу а если еще немножко покопавшись и разобравшись как работает Git сохранив этот самый скрипт в Git вам останется на необходимых машинах склонировать репозиторий выполнить две команды одну или две и ваш сервер уже будет готов к работе что здесь можно доделать здесь много чего можно доделать опять же как я говорю написание скриптов это очень творческий процесс и всегда можно что-то усовершенствовать как говорится нет предела совершенства и здесь тоже можно этот предел совершенства искать 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 и добиваться 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 много поменять в самом скрипте можно добавить еще парочку несколько скриптов каких-нибудь вынести некоторые функции во внешние файлы например так называемый initial файл то есть initial скрипт который будет устанавливать сервер и добавлять клиента за один заход можно создать скрипт который будет удалять wireguard из системы то есть ремух проводить он удаляет содержимое директории tc wireguard удаляет все активные соединения удаляет все правила firewall связанные wireguard в общем все все что связано с wireguard удаляет то есть таким образом чтобы на сервер ничего не осталось протестировали сработало не нужно больше удалили в initial скрипт добавили скрипт удаления для чего для того чтобы если у вас уже был установлен wireguard initial проработал удалил все старое запустив новое по теми параметрам которые вы хотите уже видеть сейчас например еще можно дописать было бы скрипт который удаляет всех клиентов имеющихся на сервере и в общем обнулять всех клиентов то есть например удалить папку с клиентами перезаписать последний используемый IP-адрес например на IP-адрес сервера и скопировать дефолтную конфигурацию перезаписать ее там тем что у нас уже получилось файли vg0.conf.dev все и конечно же завершить работу интерфейса wireguard поле для работы огромное так что дальше уже я вам показал основной принцип работы все остальное дело за вами на этом наш второй день интенсива заканчивается я надеюсь что придя на него на этот самый посетив эти два дня интенсива вы много чего узнали во-первых разобрались в технологиях VPN какие бывают узнали о такой технологии wireguard которая позволяет очень просто поднять свой собственный сервер и сейчас за второй день уже познакомились с баш-скриптами таким образом что могу сказать с организационного момента примерно таким образом проходят занятия занятия которые провожу я вот на курсах Linux Basic например занятия по engines какие-нибудь занятия с сетями TCP dump IP tables работа с firewall и так далее то есть если вы идете на курс для начинающих курс Basic там для вас будут объясняться основа основ не значит что если вы там знаете администрировали сервер или что-то еще там мне уже нужно Basic перепрыгивать так или иначе придя туда и познакомившись с преподавателями которые активны также помимо того что они преподают они еще работают то есть у них опыт какой-то есть и опыт этот все время нарастает они этим опытом делятся с вами так что наверняка вы узнаете для себя много чего нового чего казалось бы вам уже знакомо или взгляните на знакомые вещи с какой-то новой стороны сейчас посетив это занятие вот этот самый интенсив вам будет легче например уже разобраться с башскриптами которые будут у вас на занятии там будет одно занятие посвящено башскриптам вы придете на него такой ага я видел здесь это 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 ветвление if проверка команда test пустая значение переменные как их присваиваются будете смотреть некоторые записи например небольшие блоки об основах работы с linux и будете вспоминать то что вы уже видели сейчас то есть на самом деле уже получили достаточно хороший опыт для работы с windows для работы с wireguard с linux и сможете его применять самостоятельно мне кажется такого подобного контента нигде нет вот на ютубе чтобы так подробно детально можно было посмотреть поработать и не просто поработать сделать какое-то готовое решение которое вам подсовывает разобраться почему оно сделано как это сделано и с чего какие обоснования были для этого сделаны то же самое с bashскриптами вряд ли кто-то вас детально по какой-то теме разобрав ее еще будет делать но мало ли что информации много но работая с преподавателем на занятиях вы получаете прежде всего конечно же поддержку преподавателя с которым можете проконсультироваться который может вам помочь направить ход ваших мыслей или где-то подкорректировать в общем так или иначе вас поддержать спасибо всем и каждому кто пришел на сегодняшнее занятие кто посетил полностью весь интенсив от и до несмотря на то что в сумме тут больше четырех часов уже получается я буду очень рад что этот материал будет каждому полезен с вами был Федоров Денис образовательный портал отус и на этом наш открытый интенсив завершается спасибо всем и каждому и надеюсь с кем-нибудь мы еще увидимся в будущем на занятиях по линукс до новых встреч до свидания до новых встреч